Приветствую, друзья! Вот мы говорили раньше как-то, что убегая от злой собаки, можно перемахнуть такой высоченный забор, который в обычном случае не перепрыгнешь. Потом стоишь и думаешь, как же я мог такое сделать? И вы можете вспомнить самые разные случаи, когда находились в каком-то состоянии, когда решались такие вопросы, которые в обычном случае сделать невозможно. У меня был случай в жизни, когда Борька меня, мой друг, в школе так достал, давай, говорит, шахматы сыграем, давай, говорит, шахматы сыграем, а я так не люблю в шахматы играть. Ну, знаю, как конь ходит там, как слон ходит, как ферзь, ладья там и так далее. Ну, просто знаю, но я говорю, Борька, отставь ты меня в покое. Он говорит, слушай, ну давай сыграем в шахматы. Ну, я так рассердился внутри себя, сел и раз, ему в 4-5 ходов мат поставил. Он так удивился, я тоже. А в другой раз я приходил к Сашле, к своему другу. За реки же есть вот такие вот кубики такие, в нады, которые играют. Вот за реки, вот такие маленькие. Как ни брошу, у меня 6-6. А он как ни бросит, у него 4-2 или 3-1. А я как ни брошу, 6-6. Он говорит, с носа бросит. Я с носа бросил, 6-6. Был период такой, когда вот эта случайность, счастливая, была как наваждение. И мысли такие в тот период хорошие приходили в голову. И такие вопросы мы с Сашкой решали, которые обычно решить не можем. Мы столько изобретений понаделали. Так вот, есть такой момент, когда счастье как навязчивость, удача как навязчивость, полоса везения. А потом полоса, когда ничего не ведёт. Вот бросаю сейчас 4-2, 4-1. И вот я думаю, подсказать вам, чтобы вы тоже знали, как удобный для вас момент, когда вам хочется осознанно переходить из полосы неудачи в полосу везения. Чтобы вы могли без злой собаки перепрыгнуть в высокий забор. Чтобы вы могли там не оцепенеть, не застыть, не убежать. Бей, застынь, убеги. Это инстинкт выживания. Это вот эти вот действия спасения. А вот как бы вот этот момент использовать выживание, чтобы не просто оцепенеть, там, потому что собака тебе там, как я говорю, штаны может оборвать. Так вот, как решать вопросы нерешаемые, используя этот механизм, что вы гораздо, гораздо больше. Такой каламбур. Так вот, для этого я занимаюсь изучением, что же происходит в мозге в момент, когда человек прыгает через высокий забор, убегая из злой собаки, что там у него происходит в этот момент, о чем он там думает, а он там ни о чем не думает. У него голова там пустая, потому что если он сейчас начнет думать, как это делать, он споткнется. Так вот, как это сделать? Такую пустоту в голове, такую нирвану, такую ноль за мгновение, чтобы переходить в поток и прыгнуть. Чтобы решать любую проблему, которая раньше не решалась. До встречи, друзья. В следующий раз расскажу, как это делается.